Всем привет, друзья! С вами Федер Ориджин, и сегодня мы поговорим об изобретении холодильника. Европейцы были первыми, кто начал вообще задумываться о том, что необходимо искусственно получить холод. В 16 веке они, по сути, придумали те пакеты охлаждения, которые сейчас используются в медицине. При сжимании пакета соль вступает в реакцию с водой и охлажает раствор. То есть происходит анатермическая реакция. Химикам привет! В середине 18 века в Шотландии доктор медицины, точнее не доктор, профессор медицины Уильям Каллен, он придумал схему, по которой работает, ну, по сути, большинство современных холодильников. Через миевик жидкий эфир отдает в атмосферу отобранное ранее в холодильной камере тепло, остывает до комнатной температуры и затем попадает в капилляр. Там давление падает, эфир распаряется и охлаждается за счет фазового перехода. Переходя уже в холодильную камеру, охлаждает ее и отдает холод. Затем по действиям компрессора конденсируется и опять переходит в жидкое состояние. Температура его повышается при этом. 1748 год, по сути, можно считать годом рождения технологии искусственного охлаждения. К сожалению, эксперимент Каллена остался лишь экспериментом. Если в Европе идеи начинались в университетах, то в Америке они были там, где были бабки. Вместо того, чтобы произвести какой-то товар и заработать на последующие его продажи, можно было просто взять какое-то сырье бесплатно и его продать. То есть, если у нас это нефть или газ, то в 19 веке это лед. Нет, другой лед. Да, обычный лед. В США начинается массовый сбор льда с поверхности водоемов. Развивается целый бизнес по сбору, хранению и поставке замороженной воды не только в другие штаты, но даже и страны. Воротился те этого бизнеса, называют ледяными королями. К концу 19 века Америка экспортировала по 25 миллионов тонн льда в год. Были и курьезные случаи. Один из воротил этого бизнеса отправил большую партию льда в теплую страну. Туда благополучно этот лед дошел на корабле, но из-за того, что не было предназначено для хранения льда складов, весь этот лед растаял, там убытки были огромные. Что касается людей, у них были холодильники или айсбоксы. Кстати, название «холодильник» или английское «рефрижератор» его придумал инженер Томас Мур. Он был другом президента Джефферсона. Холодильник, по сути, представлял из себя ящик с теплоизоляцией, ну или шкаф. Там был отсек для льда и полки, где хранились продукты. Между прочим, в США к середине 19 века многие семьи уже имели холодильники, и каждое утро они ждали Айсмана. Айсман – это не герой Марвел, а так называли сотрудников, которые непосредственно развозили лед по домам. Но помимо «Ледяных королей», все-таки были и изобретатели в Америке тоже. 1805 год изобретатель паровой машины Оливер Эванс проектировал установку по идеям шотландца Каллена. К сожалению, проектом все и закончилось. Зато другой инженер-изобретатель Джейкоб Перкинс воплотил в жизнь его проект и создал уже установку, работающую на эфире, и даже западетовал технологию компрессионного охлаждения. Через 10 лет врач Джон Гори создал первую установку для кондиционирования помещения. А в 1851 году получил патент на модель холодильного агрегата. То есть тот патент был на технологию, а этот уже на сам холодильник. К сожалению, Джон умер раньше, чем началось производство. Лягушатники в то время тоже не стояли на месте, и в 1860 году Ферзенад Каре придумал холодильник на 200 кг льда. Холодильник был абсорбционного типа, однако он был огромный, дорогой, плюс необходимо было использовать в нем разные ядовитые, едкие и огнеопасные вещества, и, в общем, немножко подзабили на это изобретение. Через 10 лет он, кстати, создал еще проект холодильной установки для первого корабля-рефрижератора. Возвращаемся в Америку. Там из-за гражданской войны поставки льда с севера на юг стали прерываться, а ближе к концу 19 века с ростом индустриализации строятся заводы, экология нарушается, вода уже не такая чистая в водоемах, чистый лед становится сложнее добывать, плюс еще теплые зимы 89-90-х годов. И на этом фоне возникают заводы по производству уже искусственного льда на базе новых технологий. Вот, однако для обычных жителей ничего не поменялось. Они также ждали этих айсманов, и в их шкафах-холодильниках было место натурального льда искусственное. В 1895 году французский священник, да, священник Марсель Адефрен, патентует конструкцию холодильного аппарата, а затем регрессирует в свою компанию. И лишь в 1910-м, уже в 20-м веке, по контракту с Американ Адефрен Компани, фирма General Electric создает приставку, которая монтировалась к верхней части айсбокса. Стоила такая приставочка тысячу долларов, ну, понятное дело, желающих было не очень много на покупку такой приставки. Далее Альфред Меллос разработал автономную модель холодильника с компрессором внизу, и через год открыл фирму Guardian Refrigerator Company. Два года Меллос помучался со своей конторой, выпустив всего 40 холодильников, и президент Джейм Дюран, он покупает компанию и называет ее Фридждая. Сейчас это подразделение Электролюкс. Вот, и многие фирмы тоже начинают предлагать свои модели холодильников на рынок. Вот, например, реклама Фридждая говорит, что холодильнику больше не нужны доставщики льда, и айсмэн уходит грустно. И лишь в 1927-м году конструкторы General Electric, во главе с датским инженером Кристиан Стинстропом, они создали модель, все составные части которой были помещены в небольшом шкафу. Вот такая технология с небольшими вариациями используется сейчас. Друзья, если вам понравилось видео, ставьте лайки, может быть какие-то вопросы, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, если хотите больше историй. С вами был Федер Ориджин, всем пока!